Здесь мы на этой точке представляем нашу линейку коммерческих луков для фермерских хозяйств. Я хочу начать с лука нашего Азимова. Это лук Азимы Балстар. В этом сезоне многие хозяйства получили урожайность на Азимове Балстаре больше 90 тонн и продали по очень хорошей цене. Кроме того, мы его выращиваем через рассаду. То есть вот у нас есть такое предприятие ПП Вариант, лутка Татьяна. Она в этом году получила через рассаду сразу же после Азимова урожайность около 80 тонн. Придала по прекрасной цене. То есть лук двойного направления. Обращайте внимание, великолепный лук. Сейчас как раз подходит время посева. 20-25 августа, время посева этих луков. Лук прекрасный. Вот видите, Витар Иванович. Вот как раз Витар Иванович на фотографии натуре. Это поле в живую. Так, Витар? Так, значит, следующий лук это ультроранний белый лук для рассадного и прямого высева. Лук среднего дня серобланка. Значит, мы его через рассаду выращиваем прямым посевом. Уникальный лук кэнди, он давний, но он действительно уникальный. Единственный сладкий лук на рынке Украины. Ну еще ялтинский, но кэнди именно и желтый сладкий лук. По качеству просто супер. Я не представляю, чтобы у меня дома не было пару сеток кэнди. Это я просто не представляю. Действительно великолепнейший лук. Тоже через рассаду прямой посев. Значит дальше ультроранний лук ранний это экзакто. Значит он полуострый, но по сроку он получается даже немножко раньше, чем кэнди. То есть тоже можно через рассаду можно прямым посевом. Дальше у нас идет линейка от блустера и дальше это луки для хранения. Желтые и цветные луки. Значит блустер лук ранний, но который можно получать как раннюю продукцию, продавать его сразу же допустим после кэнди экзакто. А можно его додержать до состояния хранения и хранить по близкий год. Значит следующий лук антилопа. Это образец взять вот с этого поля. То есть вот это участок наш испытательный. Дальше это полностью вся антилопа. Видите состояние? Лук ранний средний, великолепно хранится, отличная одежка, хорошая устойчивость. То есть лук очень достойный именно для получения лука для хранения. Значит Эльбрус, ну очень интересный лук, но к сожалению он у нас, скажем, не будет его продаваться. Но его показывают, что качественный лук, как в линеечке, но к сожалению, хотя многие фермеры просят мне, чтобы я все-таки семинар каким-то лакаром настал. Значит маркет. Очень наш интересный лук. Это лук средний. По сроку он где-то получается 115 дней. Значит его фишка, сейчас не видно одежки, но у него такая красивая блестящая чешуя. Великолепно хранится. В условиях даже такого примитивного хранения хранится практически до лета. Когда захочет склад, он светится. Насколько красивая чешуя, он просто светится. Обратите внимание, лук просто прекрасный. Значит дальше у нас идут цветные луки. Значит аризаба. Это белый лук для хранения, который в принципе по качеству хранения значительно лучше, допустим, чем наш лук стерлин. Ну или луки белой конкурентов. Уже завоевал популярность у нас. Ну и фермери его с удовольствием выращивают, потому что действительно дает прекрасный результат. Ну и тут я разрезал луковицу. Кстати видите, что условия хранения одноростковые. Видите, да? То есть одна точка роста. Это значит, что лук действительно будет отлично храниться. Ну вот как раз маркетинг с поля Агротеко. Ну и ведь он в этом вот улег сам прекрасно сформировал луковицу качественное, отличное. Поэтому это все образцы, это с полей. Это не с участка. Это именно с полей фермеров. Очень дальше. Два красных лука для хранения. Грейфурет. Это лук, который уже три месяца, три года у нас продается. Видите, что он только начинает не давать окраску, то есть движется от чешу из здоровья чешей до внутренних движется окраска. Потом будет интенсивно окрашенная луковица. Ну и очень интересный наш номерной лук 45-93. В принципе тоже видите, что у него уже идет накопление сухих и идет окрашивание луковицы. То есть это луки красные именно для хранения. Я хочу больше слово предоставить Энрике, поэтому я очень коротко вам рассказал за эти луки. Поэтому переходите дальше. Дальше линейка наших самых новых луков. Здравствуйте. Доброго дня. Это только три слова. Спасибо. Доброго дня. Извините, но я не говорю его язык. Просит извините, что он знает только три слова. Первый раз в Украине. Это очень понравится. Но прогресс уже есть. Три слова мы уже знаем. Но я очень рад, что у меня есть мой друг Анатолий. Он будет говорить, а будет перекладать. Ну, первый гибрид, на который мы можем обратить вашу внимание, это гибрид 31-19. Это гибрид для нас. В Испании это один из самых популярных гибридов в этом сегменте. В сегменте цибульдового дня, ранньостыглих. И по качеству в комплексе это один из самых лучших гибридов в Испании сейчас. Почему они хотят сделать этот гибрид? Этот гибрид они хотят сделать. Но это гибрид более легко для работы. Но они имеют очень хорошие гибриды. Они сильные гибриды. Они имеют также резистенцию и толеренцию к фусариуму. И гибрид. Ну, благодаря комплексу гибрид, этот гибрид стал популярным сейчас очень сильным в Испании. И гибриды его выбирают благодаря тому, что этот гибрид имеет правильную круглую форму, очень интенсивное забарвление. Даже сейчас видно, что он будет очень темным. Очень сильная кореневая система, что дает ему стильность к стрессовым факторам, к болезням. И в его комплексе у него есть стильность, додана селекционерами, до грунтовых поворотов. То есть зариозы, керозы и литонцы. Ну, и очень интересно, что этот гибрид, его уникальность заключается в том, что, несмотря на то, что он ранее достиглый, он имеет достаточно продолжительный период сохранения. Они сохраняют его в Испании, они его раньше собирают и раньше снимают из сохранения. Они сохраняют его до сечня-лютого месяца. Как вы знаете, гибриды имеют иногда различные возможности в селе. И эта гибрид или эта гибриды имеют возможность продавать в селе, в север, в октябре, в октябре, в октябре. Ну, в зависимости от ценовой политики, этот гибрид может начинать продаваться, они начинают уже собирать в липні, может продаваться в серпне, может продаваться в вересне. То есть в периоды, когда очень хорошая цена. Он, она, она, сейчас, в рынке. И это будет продолжительный день. Это будет продолжительный день. Это, наверное, между 15 и 20 дней назад, чем 119. Следующий гибрид, гибрид 01-97, это также гибрид долгого дня. Это гибрид середньо-поздний, приблизно на 15-20 дней позже, чем гибрид 30-19. 30-19 дней, период вегетации около 105-110 дней. В этом гибриде период вегетации 120-125 дней. Вы можете видеть, что гибрид есть в гибриде, и вы можете видеть, что гибрид есть в вересне в этот момент, если вы сравниваете с остальными в вересне. Ну, поскольку он середньо-поздний, листовая поверхность достаёт, он не лягает, потому что он не прошел его время. Ну, а взагалі, он характеризуется очень мощным листовым аппаратом. Он имеет очень большую цибулину, высокое влияние, соответственно, и имеет количество грунтовых хвороб. Гибрид, наступный гибрид 67-85, очень перспективный, проводится сейчас в Испании. Он имеет немного меньше размера, чем предыдущий гибрид. Он среднего достиглый, можно так сказать, около 115 дней в период вегетации. У него полезен для механизованного збирания, благодаря к щене лужской, которая очень хорошо привлекает к цибулине. Это самый важный момент. Но это очень сильный, этот гибрид. И его resistence также к фусариуму и пингруту. Ну, особенно увагу нужно обратить внимание, там компания БАС звертала внимание на то, что хвороби, особенно гниль Донца и все остальные. То есть все новые гибриды, которые представлены номерные, они все имеют стойкость до гниля Донца и фузариоза. То есть такой проблемы с новыми гибридами Сименис вообще не было. Как я уже говорил, мы проведем тестирование в различных местах. Это два варианта, которые мы тестировали. Анна Тори, в Украине, и в других странах. Он, для нас, может быть, в будущем. Но мы не имеем глия, но глия тоже имеет два года. И мы требуем четыре года, чтобы принимать решение. У каждого цвета из Сименис, мы будем принимать решение. Эти два варианта – это коммерческие или не коммерческие. Ну, это два новые гибриды. Мы просто включили их, чтобы показать. Программа випробований выглядит наступным образом. Гибриды, которые мы собираемся продавать в будущем, они попробуются для переваги международными компаниями. Они попробуются в разных городах и климатических условиях в разных странах. И те гибриды, только те гибриды, которые являются лучше, которые по комплексу из нас выделяются. Потом мы собираем данные по выраженности. Не так визуально. У нас есть специальные методики, поводженные внутри компании. Мы по этих методикам собираем данные. И, как говорим, встречается работая группа. И только те гибриды, которые нам лучше показали по данным выраженностям, по другим показаниям, только те гибриды мы проводим в коммерческое выражение. Не так методом втыка, втыка, втыка. Дуже сильные выражения из воронбана. Как я помню, Валери, вы можете увидеть, что это два варианта, в ревом сегменте. Ревом сегменте, в день в день, это самое важное в мире. И для этого наша компания, Семини, хотела узнать новые варианта для будущего, в ревом сегменте. Ну, червони цебули остаются более цикарными. Те, кто любит готовить салаты и магазин, хозяины и домохозяйки, покупают на червони цебули. Сколько у нас мочевища, принадлежа, зимовища виглядом. И Валерий Анатольевич рассказал уже нам про Градзеппелинг и про гибриды у нас по три. Это гибрид 56-71. Это гибрид червони цебули, который является улучшенным гибридом наших коммерческих стандартов. И эта варианта 66-75, он тоже поленатрорезистент, и всегда с фушарио, вы можете видеть руль и вы можете видеть дешевле. Ревом сегменте он более атактивный для граждан, когда он идет в супермаркет, он может быть более потенциал, чем остальные варианта на рынке. Вы увидите, какой он имеет, эта цебулина, гибрид, он имеет очень привабливый внешний вигляд, он прям светится на солнце, блескучий, и, соответственно, это привабливает очень клиентов, покупцев в супермаркете, и, соответственно, создает опыт на этот гибрид. Также в этой гибриде хотят цебули, яка червона, но у нас стойка до грунтовых хвороб, в том числе и до огни, и до церкви. Этой проблемы с этим гибридом уже не будет. Окей. И, в конце концов, мы имеем Queen of the Barretich of the Seminy для эстеразии. Тамбетти. Можно сказать, королева среди цебуль або король среди гибридов, как правильно выразится, да, можно так сказать. Гибрид Замбези – это один из самых популярных гибридов в Испании. Сибурь, среди артизии, нового дня для долго-привалого бригада. Мы работаем с этим гибридом для различных точек. Один из самых важных для нас это очень хорошая, хорошая эстеразия. Другая точка это хорошая эстеразия. Мы говорим о 18-19 тонн среди гибридов и фусариум и резистент и возможности работать с механическим хорбистом. гибридом это высокая эстеразия. Это высокая эстеразия. 80-90 тонн среди гибридов получают Испании производители. Это придатность для механизованного сбирания, номер два характеристика. это стойкость для гибридов и придатность для механизованного сбирания. характеристика. Мы думаем что это много возможностей в Украине. в Украине. Я больше уверен что это гибрид популярный сегмент. Позже это будет приватным в Украине, потому что другого выхода просто нет. Если у вас есть вопросы, заберите. Спасибо. Вопрос такой как урожайность в Испании в этом году прогнозируем и баловые сборы и цена в Испании как сейчас баловое что мы что не а в сейчас нет цен. Но они говорят в Украине, в Украине, в Украине, в Украине, в других странах. И мы работаем с плохими ориенами. Они собирают 1 доллар в 1 месяц. Но в этот момент они предлагают плохими ориенами и хорошими ориенами. Если они предлагают ориенами, они хотят покупателей и они хотят самую цену, другой. Это невозможно. И они решили ориенами ориенами. На данный момент пришел обвал семьей. по обвал перейд на в в в в в в в Продолжение следует... 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 Франция потребует крупных, которые были не ваще на границах, и национальный экспорт на право всегда задаваясь в Европу. И в красном. Этот цвет получает немного больше, чем этот цвет. Вы уже видели в этом цвете, платили больше, чем в этом? Почему? Они хотят салаты. Это новое проект для всех супермаркетов. Они работают только для цвета салатов. Вы в прошлом году хорошо обрисовывали ситуацию на рынке. Прогноз? Да, на сегодняшний день можно. Короткий, короткий. Вы знаете, я не Бог, да? Но, исходя из ситуации, то, что сказал Эмирик, я могу повторить то же самое. Сейчас много пораженных полей. Что произойдет? Сейчас начнут эти поля убирать. То есть цена однозначно, она сейчас, скажем так себе, да, хотя есть движение вверх. Есть движение вверх. Но я уже понимаю, что сколько из урожайности. То есть мы видим, что прогноз на урожай уже неутешительный. То есть не будет перепроизводства большого. То есть где-то на 30-40% мы ожидаем недобор. В связи с этим, может быть, даже сейчас пойдет цена вверх. Хотя я сомневаюсь. То есть где-то пока вот эти луки, которые пораженные, которые даже помещения пораженные, они не уйдут с рынка, цены не будет. Это где-то вот ноябрь месяц. И дальше, возможно, прогнозируется повышение цены. Так что? Я вот у нас видел на капельном маршине гибриды, которые соберут от силы 10 тонн архожака. 10-10 тонн архожака. Поэтому тут я еще раз говорю. Надо терпение. Терпение. Подождать. Так. Ну что. Большое всем спасибо. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.